Если вдруг они применяют ядерное оружие, то что? Давайте продолжим. Ну, давайте несколько сценариев. Первое, значит, применяют против кого? Против Украины давайте начнем, да, с варианта против Украины. Значит, есть разные несколько, во-первых, нужно еще попасть этим ядерным оружием, нужно попасть. Носители ядерного оружия в России, это, господи, какие калибры, кинжалы и искандеры. Это носители тактического ядерного оружия. Кинжалы и искандеры, например, над Киевом сбиваются за последние полтора месяца 100%. Над другими городами Украины, с большой веры, ну с какой-то... Да, но падают все равно на нас. А нет, ядерная бомба не взрывается, если вы ее сбиваете. Тут есть секрет. Серьезно? Да, конечно. Ядерную бомбу можно сбивать, она не взорвется. Так это не вызывает неуправляемой ядерной реакции. Это нужно задействовать механизм специальным образом. Так не получится, нет. Если мы ее собьем, то вообще это все будет совершенно безопасно для нас. Другое дело, что они могут же не по Киеву. Не все же города защищены от искандеров, к сожалению. Поэтому тут как бы рано радоваться, потому что патриот не везде стоит.